Проблема качества дорог – тема обсуждения номер один среди казахстанских автолюбителей и пешеходов. Тема вечная и не сдающая своих позиций по актуальности. Из года в год недовольные водители с надеждой ждут хоть какого-то решения ситуации. Но положение остается прежним. В чем же кроется причина – некачественном ремонте или недобросовестности потрядчиков, разбирались мои коллеги. Такие ямы можно встретить в практически любой точке Усть-Каменогорска. Для водителей областного центра они стали почти что родными. Ежегодно из госбюджета на автодорожную отрасль выделяются значительные суммы денежных средств. И средства эти успешно осваиваются подрядными организациями. Однако для автолюбителей ситуация по-прежнему остается плачевной. Почему так происходит – мы решили узнать у экспертов. Состояние дорог с давних пор было большой проблемой для автовладельцев. Ямы, выбоины и трещины то и дело заставляют водителей лавировать по трассе, что повышает риск создания ДТП. И пускай все проблемные места уже давно запомнились наизусть, дороги в дырочку все равно каждый раз неприятно удивляют водителей. Проведя опрос среди населения, мы в очередной раз убедились – к дорогам у горожан действительно есть претензии. Очень ужасные, очень плохие дороги по всему городу. Вообще ужасные в этом году дороги, прям как никогда. Весь город разбитый, ездить невозможно просто. Дороги находятся просто в плачевном состоянии. Вот этот вот участок, который я каждый день езжу по несколько раз, здесь это просто ужасно. Я уже в инстаграм выкладывала в прошлом году. Ужасно, я гость в этом городе. Ну, не ожидал, что такое будет. И это областной центр, восклицают водители. Кого нужно винить в том, что в Усть-Каменогорске стабильно плохое качество дорог. А главное, как наконец-таки исправить ситуацию. Способствовать улучшениям могут обучающие семинары. Филиал Национального центра качества дорожных активов ВКО ежегодно проводит проверки качества трасс. Именно здесь выявляют нарушения и уведомляют о них заказчика. Сотрудники филиала пригласили на мероприятия представителей отделов ЖКХ из районов нашей области, чтобы ознакомить их с тем, какое оборудование для проверки дорожно-строительных материалов имеется в арсенале компании. В данное время, я думаю, во всех районах в области есть дефицит кадров по дорожному профилю. У меня, например, в отделе один кадр есть по дорожному профилю. Вот такие семинары постоянно проводились бы обучающие, чтобы наши специалисты понимали, что требовать именно от заказчиков. Так почему же все-таки разрушаются дороги? Одни из основных причин – погодные условия и некачественное дорожное покрытие, говорят эксперты. Нарушение технологий и применение дешевых некачественных материалов приводит к тому, что срок годности дорожного покрытия истекает уже на следующий год. А сезонные колебания температур, дожди и снегобаты, конечно же, разрушают структуру автотрассы. Много факторов. Я могу сказать только со своей стороны, что мы предлагаем свои услуги, чтобы именно на стадии строительства среднего ремонта, чтобы мы проверяли эти работы. А так факторов много. Есть и недобросовестные подрядчики. Если перечислять, мы здесь можем до вечера стоять. Водонасчущение в основном сейчас от того, что асфальт почему-то вознагрошится, есть водонасчущение, есть такие вот там толщина, та же. Такие есть. Ну, много разных замечаний. То есть об этом все мы как бы заказчика уведомляем. Контролировать – это, конечно, важно о дороге. Именно контроль качества дорог, чтобы завтра не было таких вопросов, почему у нас дороги каждый год кладут и они разрушаются. Эксперты уверены, если эта проблема будет находиться на жестком контроле, поездка по областному центру станет приятнее и безопаснее. Вместе с этим есть необходимость решать и вопрос компетенции кадров, отвечающих за надзор и прием дорожных проектов. Потому как в настоящее время среди них наблюдается дефицит высококвалифицированных сотрудников. Карина Мурадова, Евгений Щетников, Алтаекпарад.